С неизлечимой болезнью Паркинсона можно будет бороться, как только будет найден способ раннего ее диагностирования. Симптомами могут быть какие-то незначительные ухудшения внимания, памяти, речи, восприятия, ослабление способности выполнять привычные действия. Обнаружению и правильной оценке совокупности этих почти неуловимых признаков, а также последствиям различных травм головного мозга посвящено исследованию группы сибирских ученых. Правда, изучают они не людей, а маленьких рыбок зебраданию. Мы оценивали тревожность, их локомоторную функцию, а также оценивали когнитивные функции в тестах Y-образного лабиринта и теста пассивного избегания. Мы получили данные, которые соответствуют симптомам травмы, черепно-мозговой травмы у человека. Почему для исследования недугов человека были выбраны рыбки зебраданию? А дело в том, что у этих рыбок прекрасно работает механизм преодоления подобных травм. У них регенерируются рубцы даже на сердце и оболочках мозга. Может быть, когда-нибудь это поможет спасению людей. Мы сейчас работаем над созданием программы по анализу когнитивных функций, а конкретно по анализу спонтанных альтераций. В этой программе мы сможем автоматически регистрировать нарушения на рыбах и измерять это нарушение и получать в конечном итоге цифру, по которой мы сможем ориентироваться. Ученые лаборатории молекулярной патологии Института медицины и психологии Новосибирского университета получили государственный грант на исследование когнитивных расстройств на рыбках зебраданию. В рамках гранта Российского научного фонда мы работаем над созданием модели черепно-мозговой травмы на рыбах. С помощью лазера мы индуцируем эту травму и оцениваем также поведение, оцениваем ее молекулярно-генетические какие-то параметры и пытаемся тоже лечить это дело на рыбках. Используя в работе также и нейротоксин, исследователям удалось впервые в мире зарегистрировать когнитивные нарушения без выраженных изменений общей двигательной активности. 70% генов, которые есть в геноме рыбок, они ортологичны генам человека. То есть некоторые вещи, которые мы можем протестировать, проверить на рыбах, мы можем с некоторой долей убедительности, так скажем, говорить о том, как это будет работать на людях. Однако, как вывести из хаоса движений рыбок какие-то закономерности? Здесь исследователям помогли коллеги, работающие с искусственным интеллектом. Мы протестировали наших рыбок в наших тестах. И сырые данные, которые демонстрируют поведение животных в цифровом виде, так скажем, в каждый момент времени мы имеем координаты рыб. И эти координаты рыб в сыром виде мы отправляем нашим коллегам. Искусственный интеллект подтвердил существенную разницу в поведении испытуемых рыб и рыб из контрольной группы, что позволяет интерпретировать это как признак когнитивных нарушений поведения рыбок, вызванных воздействием нейротоксина. Вещество как бы, оно избирательно воздействует на дофаминергические нейроны. То есть оно повреждает их, вызывает их гибель. Симптомы поражения этим нейротоксином идентичны тем, что сопровождают болезнь Паркинсона. Нейротоксин исследователям предоставляют коллеги из Института органической химии Сибирского отделения Российской академии наук. Институт органической химии для нас синтезирует вещество МПТП и синтезирует потенциально антипоксинические вещества, диолы, которые мы тоже исследуем сейчас. В подобных исследованиях задача правильных интерпретаций поведения рыбок весьма непроста. Однако определенные победы в этом сложном деле уже есть, и протестированные на рыбках лекарственные вещества дают обнадеживающие результаты. А это значит, что прогресс возможен и в лечении людей.